У нас будет еще один помощник у меня, ведущий Семен, сейчас вот принесет Марусю, очень беспокойно. Мы его кому-нибудь из зрителей отдадим, из поклонников вашего таланта. Вам же приходилось животных, да, снимать? Конечно. Границы Таежный Ромаш там у вас просто... Да, много снимал, да. Я, к сожалению, не могу дома иметь животных, потому что все время в разъездах. А я вам не предлагаю, я уже понял, что никто из гостей не берет. Зато зрители берут, особенно вот таких вот маленьких, еще маленьких берут охотно. Насчет маленьких, вы же маленьких в том смысле, что начинающих кинематографистов учите. Да. Раньше в Гамбурге вас до... Была школа хорошая, да. До десятого, да, у вас была. И в своей школе-студии. Да. Когда начинаются у вас... Ну, у меня мой преподавательский класс будет с 25 января, там две недели пойдет. Но перед этим у нас классные американские педагоги были. Практически все лучшие американцы прошли с короткими курсами. Вот так что так мы подпитываем своих учеников. То есть они нас чему-то могут научить, а мы их ничему не можем научить. Мы их можем научить, и мы их учим. Они сейчас у меня статью заказали. Я сказал, что я написал там статью и книжку себе раздел про Саскинс. Это такая вещь, которую все знают, что она желанна, но никто не дает технологии. Кого-то он сам собой возникает. Саскинс – это такое тревожное ожидание. Да, да, да. Когда ничего не происходит, и напряжение зрителей растет. Для малобюджетного кино это очень важный подарок. А я, кстати, не понимаю, как это происходит. Я не понимаю, каким инструментарием режиссерским это делается. Потому что иногда я понимаю, что режиссер имеет в виду, что это должен быть Саскинс, а его нет. Нет, там есть очень четкие положения. Мы их вывели, сформулировали. Должна быть опасность, которая всегда растет, чтобы не статичная. Должна быть ситуация, при которой у героя есть энергия, которую он требует. Она связана со страхом. Он должен преодолевать что-то, боясь. Если он не боится, то и зритель за него не будет бояться. Тогда зритель волнуется. А если напряжение растет, и герой преодолевает все больше и больше опасность, то это работает просто как по маслу абсолютно. И Спильберг это делает вообще гениально. А вернул это в кино Хичкок. Но на самом деле… Что значит вернул? Значит, было раньше? Ну, оно какое-то было неосознанное. Оно было, но никто не выдвигал его на первый план. А Хичкок сделал это основополагающим принципом, потому что он работал на маленькие деньги, а успех имел довольно большой. И все считали, что это просто трюк коммерческого режиссера. И французские интеллектуалы, и журнала Кайо де Синьма, вот это Трюфо, Мельвиль, вся эта команда, они поняли, что он гений, гений структуры, гений, так сказать, как бы рассказа. И они это заявили. И тогда американцы открыли рот, сказали, а, да, смотри, пожалуйста. И зауважали своего Хичкока. Очень умный, толковый человек, но он не более чем последователь Шекспира. Вы знаете, самый главный саспенс у Шекспира, ну, скажем, в Ромео и Джульетта, великий саспенс совершенно. Когда Ромео приходит на бал к Аполлете, то вокруг же враги, мы волнуемся за него. Когда он влюбился, открыл глаза в Джульетту и вышел на середину сцены, подвергая себя больше опасности, мы еще больше волнуемся. Когда он понял, что не может дальше, забрался через забор, и, значит, чтобы хотя бы увидеть ее, она ему признается в любви. Он лезет к ней, и они целуются, обнимаются, и у них, значит, любви, мы еще больше волнуемся. То есть там саспенс, каждая клеточка пропитана саспензом, потому что он драматург, он артист. И у него театр, который должен зрителей собрать. Вот все это, включая коммерческую составляющую, все было у Шекспира. И он это сделал очень четко и грамотно, но на гениальном уровне это трудно распознать. А у Хичкока все-таки уровень попроще. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.